Вы помните, каким образом вычислять квадратный корень из числа? Можно уголком. Уголком это замечательно, но сейчас меня это как раз меньше интересует. А меня интересует такая вещь. Помните ли вы, или, кстати, не обязательно квадратный, кубический корень? Метт-Ньютон. Да, 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 Шенверн, Метт-Ньютон. Кто его, что называется, на вскидку помнит, и может нам рассказать. Дело в том, что там ровно та же самая идея. Что, помните? Метт-Ньютон. Да. Ну, это про решение любого уравнения и его корня. Ну, мне нужно конкретно про квадратный корень. Ну, да. Давайте, скажите. Ну, пусть у нас есть уравнение. Х квадрат минус 24. Ну, типа, минус... 24, почему, нормально? 24. Ну, имеется в виду на любое число положить, да? О, равно нулю. Понятно то, что если мы найдем его решение, то это будет как раз корень, который нам нужен. Будет лучшей догадкой. Мы взяли какую-то догадку и провели над ней операцию. Объясните, можете, откуда такая странная формула взялась? Не очень, не могу. Хорошо. Откуда вы ее знаете? Программирование. Понятно. И там было написано, ученые доказали, что если варить... То, что он Ньютон доказал, то, что это так, да. Хороший был человек Ньютон. Так. Андрей, давай. Сейчас записи. Да. Метод Ньютона, он написал правильную форму. Поэтому, если вы, так сказать, понимаете, то вы, безусловно... Безусловно... Сказал, из пустой задачи, из какой-то там журатской трапеции. А возникают воспоминания о том, что нарисуйте график функции более-менее общего винда. Попытайтесь понять, какой может быть геометрический смысл такой величины. Ньютон, конечно, умный. Замечательно. Только, Мэтт, можно я все-таки уберу это число 24? А по самому там Бадных? Я прошу разрешения сделать так. Все-таки уравнение написать в таком виде. х квадрат минус а равно нулю, где а это некоторое фиксированное положительное число. Потому что неважно, 24 или 24. И, разумеется, мы с вами должны обозначить. Значит, функция, с которой мы имеем дело, это х квадрат минус а. Вот Арсений сказал, что интересно исследовать такое отображение. Число х переходит в х минус f от х разделить на f4 от х. Вопрос, почему? Потому что неподвижная точка это отображение. Неподвижная точка чего? Вот этого отображения. Ну и что? Картинку надо нарисовать. Надо на картинке увидеть смысл графика. Y равно f от х. Нарисуйте произвольную такую кривуюку. Не совсем там произвольную. Верно. Метод Ньютона иногда работает, иногда нет. Но как раз сейчас мы не будем заниматься исследованием, при каких условиях он работает, при каких нет. Потому что это как раз неважно. Для этой функции мы потом докажем, что он работает. А общие теоремы сейчас, конечно, нам не вполне. Давайте я нарисую то, как примерно выглядит этот график. Ведь в этот вы поверите? Как мы здесь точку минуса на синий. Да. И так рисуйте правую. То есть что-то вот такое. Согласны? Да. Ну здесь конечно, сметочная. Замечательно. И что дальше? Отмечаем точку. Представьте себе, что у нас есть точка на графике. Вот эта точка, это, разумеется, корень из А. График Y равняется x квадрат минус А. Итак, какое есть естественное желание? Да. Вот это отношение получается расстояние между, на оси абсцисс между x и вот этой точкой, где касательно... Молодец, выйдите, объясните. Абсолютно право. А, не знаю. Вот, если мы рассмотрим касательную в этой точке... Проверите. Вот она. Да. Вот. Что у нас есть f от x делить на f штрих от x? Для начала, что такое f штрих? f штрих это тангенс угла наклона... Кажите от угла. Ребята, пожалуйста, нарисуйте треугольник, за всю жизнь запомните. Это вещь очень простая. Возникает прямоугольный треугольник. Тангенс угла это просто по определению производная. И если мы знаем один кат, напишите, пожалуйста, один кат, f от x. f от x. Так, замечательно. И вот теперь нужно понять. Если мы знаем тангенс угла, то отношение f от x к тангенс угла наклона, это и есть вот это d. Соответственно, если мы вычтем из x вот это x, то мы придем вот в эту точку. И если мы будем это делать много-много раз, то в конце в итоге мы придем как раз... Нет, придем или не придем, это надо будет доказывать. Это мы сейчас докажем. Более того, если функция не такая, то бывает, что и не придем. Там есть всякие забавные примеры. Вы представьте, если я там в этом месте успею выгнуться, тогда вы проведете касательный, попадете... То есть здесь нужна какая-то вот такая вот штучка. Что мы с вами сейчас можем сделать? Это очень простую вещь. Конкретно подставить вот эту функцию в эту формулу. Что у нас будет? И кто тебе сказал? Иска, да, иска. Да, производная чему равна? 2х. 2х. Что у нас будет? Мус, а, велик, амс. А, зависит на это. Вот, господа, теперь внимание, как это можно записать? Это можно записать так. Х плюс а разделить на х попалом. Между прочим, когда формула записана в таком виде, то это позволяет не рассказывать про производную, а рассказывать вот эту формулу в младших классах. Вы понимаете, почему, да? Потому что это называется число, и а, деленное на это число. То есть идея такая у вас, вот, если бы х это был корень, то тогда здесь тоже был бы корень. Чем является корень из а для вот этого отображения? Которое из числа х делает среднее архиментическое между х и а делить на х. Что такое корень из х? Это число. У нас уже было два слова. Неподвижная точка. Это неподвижная точка. Значит, если нашим сегодняшним естественным образом действовать, то что мы должны сделать? Значит, еще раз. Если мы хотим исследовать эту задачу приемом, который сегодня Арсений нам показал, что мы должны, какое мы должны ввести сразу естественное определение? Мы должны сейчас ввести некоторое очень простое... Пусть х равен неподвижной точке, ну, с минус минус это это. Ну, то есть не плюс минус. Вы знакомы с концепцией отрицательного числа. Вот это вот плюс-минус, это было хорошо в 13 веке. Вот, а вы, вы что делаете? Х это корень из а плюс плюс у. Поняли? Заметьте, между прочим, у запросто может быть отрицательным. То есть, если у нас х расположено на вот этом отрезочке, то тогда у будет отрицательным. Но не слишком большим, конечно. Замечательно. Сейчас нужно попросить кого-нибудь из вас выполнить все вычисления. Что-то такое, знаменач куда здесь? А, два в квадрат. Что? Что? А очень важно, что? И в квадрат. Очень важно, что вы просто совсем ерунду пишете. У вас же волновало не то, что получится, а какая прибавка получится. Поэтому, Аня, смотрите, что нужно было вам сделать. Вам нужно было здесь написать не так, а еще из этого не забыть вычесть корень из а. Вот из этого числа. Вот из этого числа. Понимаете? Поэтому здесь надо было написать минус корень из а. И здесь он еще есть. То есть, вы, конечно, молодец, что привели к общему знаменателю, но вы это забыли вычислить. Вас волнует не сама величина, а насколько она отличается от корня из а. Понятно? Раньше было корень из а плюс у. Так вот, это перейдет в корень из а плюс... И вот вы хотите узнать плюс что? Вот и узнавайте. Ну, это промежуточное вычисление. Это любой из вас безусловно сделает. И квадрат делить на 2 корень из а плюс у. А теперь смотрите. Во-первых, из этой формулы очевидно... Смотрите-ка. Вот если берешь точку, проводишь касательную, то получается больше, чем корень из а, да? В любом месте вот здесь берешь точку, касательную. А вот если здесь берешь, проводишь касательную и выскакиваешь направо от корня из а. Согласны? А здесь тоже у нас у не может быть слишком отрицательным. Но для того, чтобы число корень из а плюс у было бы больше нуля, нужно, чтобы у было бы больше, чем минус корень из а. Согласны? А это значит, что вот эта величина всегда положительная. Вот. А теперь внимание. Если у нас у положительный, то совершенно понятно, что эта величина, она меньше по модулю, чем у пополам. Все понимают? Она меньше, чем у пополам. А что это означает? Что если у вас точки... Ну хорошо, в первый раз она могла далеко скакнуть, это бог с ней. А потом расстояние, по крайней мере, в два раза что? Уменьшается. Кстати, для любого из вас, кто помнит про эти самые фокусы и так далее, это вообще не проблема. Потому что, смотрите, каким свойством обладает парабола? Что когда вы так проводите, то вот здесь середина, правильно? Ну, замечательно. Ну, соответственно, здесь... Ну, вот здесь же выклышка. Ну, неважно. По формуле это еще понятнее. То есть, важно другое, что каждый раз будет сжиматься, сжиматься, сжиматься. Более того, заметьте, метод Ньютона замечательным чем? Когда у станет по-настоящему маленьким, то у квадрат будет что? Еще раз. Если вы подошли с точностью одна миллионная, то вот тут-то у вас и началось. Вы сразу получаете, понимаете, да? Одна миллионная в квадрате. То есть, как только вы оказались достаточно близко, тут метод Ньютона приобретает какую-то фантастическую силу.